всем привет друзья вы на канале дакота и сегодня я расскажу вам про рождество а перед началом этого ролика подпишись на канал и нажми на колокольчик чтобы не пропускать новые видео рождество христово христианский праздник связанный с памятью о рождении иисуса христа утвержден согласно датировки празднования принятой в русской православной церкви отмечается в россии 7 января по григорианскому календарю что соответствует 25 декабря по юлианскому календарю на руси праздник рождества стал официальным торжеством скрещения князя владимира в конце 10 века и отмечался 25 декабря начиная со дня рождества и вплоть до масленицы было принято заключать трудовые и финансовые договоры на год в конце 17 начале 18 веков из польши в россию проник вертепный театр на рождество в специальном ящике вертепе с помощью кукол разыгрывали сценки о рождении иисуса христа в пещере где его укрывали от царя ирода позже появились и другие сюжеты эта традиция продержалась вплоть до октябрьской революции 1917 года концу 19 века непременным атрибутом рождества как в городе так и в деревне стала украшенная рождественская елка а сначала 20 века подарки стал носить российский аналог западного санта клауса дед мороз в 1920 годах религиозные праздники искоренялись атеистическим государством рождественская елка и связанные с ней торжества постепенно потеряли значение однако в ежегодных российских календарях вплоть до 1929 года церковные даты включая рождество были помечены в разные года либо как праздники либо как дни отдыха то есть были не рабочими днями рождественские дни в календарях с 1919 по 1923 года отмечены 7 и 8 января из-за перехода страны в 1918 году на григорианский календарь а с 1924 по 1929 год 25 и 26 декабря с 1929 года в советской россии было запрещено отмечать рождество христова с этим запретом отменялась и рождественская елка которая стала называться поповским обычаем в 1935 году в результате неожиданного поворота государственной политики рождественские традиции были приняты как часть светского празднования нового года 1 января с тех пор рождественская елка в современной россии устойчиво воспринималась как новогодние подарки посещения деда мороза также стали частью новогодних традиций и утратили первоначально рождественские ассоциации в 1937 году на встрече нового года в московском доме союзов в качестве спутницы и внучки деда мороза впервые появилась снегурочка русский сказочный персонаж уже не связанный с праздником рождества сам праздник рождества отмечался 7 января в соответствии с православным календарем в настоящее время рождество является частью общих новогодних каникул которые начинаются накануне нового года и продолжаются до рождества в некоторых местностях до нашего времени еще сохраняется древние обычаи календарем когда ряженые накануне рождества и в святки ходят по домам как правило со звездой закрепленной на шесте поют славословия христу или колядки пожелания а в ответ обычно получают всякую пищу например шоколадки конфеты или деньги рождество является началом святок то есть святых дней святки продолжаются до дня крещения 19 января широко распространенным рождественским обычаям в деревнях было сожжение соломиного стога вся родня при этом стояла кругом в благоговейном молчании пока солома не сгорала полностью по поверью умершие предки в эти мгновения приходят погреться у огня зажженного их потомками и могут способствовать плодородию в прошлом у русских землевладельцев считалось дурной приметой если в день рождества из числа посторонних людей первой в жилище входила женщина считалось что в этом доме женская половина семейства будет болеть весь год к рождеству хозяева обязательно убирали избу мылись в бане стелили чистую скатерть припасали новую одежду которую и надевали с начала дня так как верили что от этого зависел будущий урожай за завтраком не давали пить простую воду так как полагали что человека из пившего воды рождественским утром целое лето будет мучить жажда под страхом всевозможных бед и напастей в рождество ничего не сгибали не плели не шили ножки обеденного стола связывали друг с другом веревкой чтобы скотина не убегала из стада главными и обязательными на рождественском столе в старой россии являлись разнообразные блюда из свинины на рождественский стол подавали также много других мясных блюд гуся с яблоками зайцев сметане дичь баранину рыбу целиком и так далее обилие крупно кускового жареного и печеного мяса целиком запеченной птицы и рыбы на праздничном столе было связано с особенностями устройства русской печи которая позволяла успешно готовить крупноразмерные продукты в ночь с 6 на 7 января по федеральным телеканалам транслируется праздничное рождественское богослужение некоторые православные верующие в это время выстаивают службу непосредственно в храме рождество считается в православной церкви вторым по значимости праздником после пасхи а на сегодня это все спасибо за просмотр ставьте лайк делитесь этим видео в социальных сетях подписывайтесь на канал всем пока